Иисус Духовная битва, чтобы иметь радость во Христе, Боге Иммануиле. Иисус Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Первое послание к Коринфянам, 15, 3-4. Аминь. Если мы посмотрим первое послание к Коринфянам, 15 главу, с 3 по 4 стихи, то Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес на третий день, согласно Писанию. Так почему же, согласно Писанию, Иисус Христос должен был прийти на эту землю, умереть на кресте и воскреснуть на третий день? Он пришел для того, чтобы дать нам вечное спасение. Чтобы освободиться от иго сатаны и перестать быть его детьми, люди должны принимать Иисуса Христа из Бытия 3, 15 и становиться чадами Божьими. Но почему же люди стали детьми дьявола, того, кто имеет власть греха, смерти и ада? Прежде чем Бог сотворил небо и землю, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, противился Богу, в результате чего был свержен на эту землю и прельстил весь мир. Сатана, черти, злые духи и бесы невидимы для наших глаз, и именно они принесли в этот мир хаос, пустоту и тьму. Поэтому Бог, изгнавший тьму Словом, есть Слово, и Слово стало плотью и пришло на эту землю, как истинный свет Иисус Христос. Бог создал мужчину и женщину из глины по своему образу и подобию и вдохнул в человека дыхание Божие, то есть дыхание жизни. Поэтому люди стали духовными существами. На кого же я похож? На Иисуса я похож? Бог вдохнул в наш жизнь вот так в носик. Фу! Бог также создал Эдемский сад, поместил туда людей и дал им благословение плодиться и размножаться, завоевывать и править землей, наслаждаться истинным счастьем, быть всегда с Богом. Однако люди были отрезаны от Бога из-за того, что послушались хитрого и лживого сатану, появившегося в Бытие Три. В конце концов, из-за проблемы ухода от Бога, из-за греха и из-за сатаны люди потеряли Божий Дух. Наконец, из-за первородного греха дух дьявола, дух лжеца, обманщика, эгоиста и пришельца вошел в человеческую душу после того, как вышел Дух Божий. Но и это еще не все. Из-за сатаны люди были изгнаны из Эдемского сада и все благословения Эдема были отобраны. В конце концов, у всех людей, рожденных от Адама, нет иного выбора, кроме как жить в постоянном страхе, беспокойстве и страдании, опасаясь всех проклятий и бедствий, служа сатане, имеющего власть греха, смерти и ада. И как бы сильно люди не были пойманы сатаной из-за первородного греха, они никогда не смогут решить свои проблемы самостоятельно. Поэтому, чтобы дать нам вечное спасение, Иисус Христос, Мессия, Дитя Девы из Бытия 3.15, согласно Писанию, пришел на эту землю воплоти. И через смерть и воскресение на кресте Он полностью сокрушил голову сатаны. Дитя Девы из Бытия 3.15, Дитя Девы, Иисус Христос, Царство Сатаны, Он полностью разрушил! Итак, давайте посмотрим, что же сделал Иисус Христос, когда спустился на эту землю. Он истинный царь, разрушивший дела сатаны, принесший нам боль и несчастье. Он истинный священник, разрешивший все наши первородные грехи, семейные проклятия и наши собственные грехи. Он истинный пророк, единственный путь – встретиться с Богом. Поскольку все люди оставляют Бога и становятся рабами греха и живут под властью сатаны, у них нет другого выбора, кроме как передать духовное проклятие своим потомкам, потеряв истинный покой, радость, а также баланс жизни. Итак, в момент, когда вы принимаете Иисуса Христа, Бога спасения из Бытия 3.15, сокрушившего голову сатаны, вы становитесь спасенным чадом Божьим и имеете радость благословения начинать каждый день заново с силой, данной Богом Эммануилом. Иисус Христос через Свою смерть на кресте и воскресение даровал нам, чадом Божьим, спасение и избавил от всех прежних грехов и прегрешений. И Бог Эммануил, воскресший Христос, Господь, теперь всегда с нами, как Утешитель, Дух Святой. Поэтому теперь дети Божьи, принявшие спасение и воскресение Христа силой Святого Духа Божьего, то есть именем Христа, могут бороться в духовной войне, чтобы изгонять нечистых духов, побеждать ветхого человека в себе и бороться с прошлым, когда были обмануты дьяволом и отказывались верить в Бога. И делая это, ваше сердце будет трепетать. Сатана, который связывает меня, чтобы я не верил в смерть и воскресение Бога Эммануила, Господа Христа, и вел духовную войну, чтобы сломить голову сатаны согласно Библии, я приказываю тебе во имя Иисуса, скверный дух проклятия, прочь. И даже сегодня в нас извиваются бесовские мысли и законы. Все проклятые духи, которые не позволяют мне избавиться от старых привычек жизни в качестве дитя дьявола и заставляют меня притворяться Ангелом Света с моей праведностью, я приказываю вам во имя Иисуса Христа оставить мою жизнь. Так, каждый день разрушая сатане голову, что является сегодняшней проблемой, проблема смерти и грядущего ада будет решена. Так что воскресение Иисуса Христа непременно принесет радость. Теперь мы, как священные служители, должны стать прекрасными евангелистами, восхваляющими и радующимися Христу, Господу Воскресения, который всегда с нами. Иисус есть Христос! Я – чадо Божие! Всем проблемам конец! Дьявол, прочь! Наполнись Святым Духом! Евангелие всему миру! До края земли свидетелем стань! Итак, на этой неделе мы должны построить крепкую башню молитв, которая позволит нам в полной мере использовать силу Христа, Бога из Бытия 3.15, Эммануила и Евангелие, которые Бог дал нам для спасения. И я благословляю вас стать всемирным посланником, несущим Евангелие и выполняющим миссию диаспоры в 237 странах мира. Всемогущий Бог, благодарю Тебя за Твой дар, что я принимаю Иисуса Христа, Господа Воскресения, умершего и воскресшего, согласно Писанию, чтобы мне стать чадом Божиим, обладающим качествами для спасения. Помоги мне стать духовным посланником, чтобы осуществить Божью мечту, миссию диаспоры 237, выиграв духовную битву, чтобы насладиться Христом, Богом Эммануилом и не быть обманутым сатанинскими мыслями каждый день. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok